всем привет мы продолжаем точнее уже приближаемся к завершению реализации проекта шутера от первого лица на основе туториала unity официального ссылку на которые оставляю под этим видео и в нашей очередной уже седьмой части мы наконец сделаем реализацию поражение объектов наши поражаемые цели это вот эти кубики и вот я уже один выделила вот второй попробуем вот он это два объекта которые называются таджик бокс таджик бокс и таджик бокс 2 если мы внимательно посмотрим то увидим что обоих этих объектов уже прикреплен скрипт то есть это уже заготовлено было на сцене скрипт который называется что-то был бокс вот у нас на одном объекте и на втором объекте давайте посмотрим что это за скрипт разберемся сначала в том что в нем написано потом мы будем использовать тот метод который нам понадобится для дальнейшей работы и так скрипт счетовал бокс здесь у нас объявлена одна целая переменная публичная которая им задается текущее здоровье как бы нашего объекта то есть то сколько скажем так насколько этот объект здоров до ты в терминах игры ну либо его сила сколько раз мы должны него к примеру выстрелить чтобы его поразить и у нас один единственный метод тот же публичный поскольку мы будем его из и вызывать из метода река с шутер вот из этого соответственно он обязательно должен иметь модификатор доступа паблик чтобы из одного класса другом мы могли получить доступ каким-либо его элементам у нас обязательно у них должен быть модификатор доступа паблик это метод называется damage то есть собственно поражение нашей цели принимает он целый параметр damage amount то есть это некое число целое которое будет вычитаться из текущего значения здоровья вот здесь у нас как раз таки происходит это вычитание если мы выстрелили мы будем вызывать вот этот метод и вычитать вот это вот значение которое будем передавать качестве параметра например мы можем передавать в качестве параметра число 1 и соответственно при каждом выстреле у нас calling house будет уменьшаться на единицу тогда когда у нас уже здоровье будет меньше либо равно нулю обычно так рекомендуют писать поскольку может так произойти что вдруг мы лишний раз уменьшили это значение хотя в принципе мы достигнем 0 и это условие выполнится но для подстраховки пишут меньше либо равно здесь мы просто деактивируем игровой объект то есть нашу цель скрываем со сцены то есть фактически убираем в этот флажок надеюсь понятно как устроен этот скрипт и этот класс шутовал бокс сейчас мы нашем скрипте raycast shooter будем использовать описанный метод каким образом мы это будем делать в той части скрипта где мы обнаружили столкновение нашего raycast с коллайдером нам необходимо узнать есть ли на этом коллайдере компонент шутовал бокс то есть является ли этот объект поражаемым объектом с вот этим вот скриптом это достаточно общепринятый прием если есть на нем определенный класс определенными скажем так описанными в нем свойствами мы можем понять роль этого объекта в геймплей и так у нас выполнилось условие raycast пересек коллайдер и теперь мы можем объявить переменную класса что-то был бокс назовем ее house и присвоим ей значение ссылки на вот этот компонент шутовал бокс то есть нам необходимо написать д компонент шутовал бокс но нам необходимо определиться на каком объекте мы это будем делать если мы оставим вот так это значит что мы ищем компонент шутовал бокс на объекте ган на который прикреплен наш скрипт а нам необходимо это делать на том объекте с которым произошло пересечение луча и информацию о нем мы получаем с помощью переменной хит поэтому до вызова get компонент мы должны написать hit . коллайдер поскольку мы работаем с коллайдером теперь когда у нас есть ссылка на этот компонент мы можем использовать все члены класса шутовал бокс в классе raycast шутер и делать мы это можем следующим образом мы можем написать house то есть это имя переменной и например вызвать данном случае нам как раз необходимо сделать метод damage и в методе damage мы в качестве передаваемого параметра должны указать то насколько мы поражаем наш объект с какой силой мы в него стреляем это условная сила не физическая сила а именно то сколько раз надо выстрелить физической силой мы еще поработаем и сейчас стоит вспомнить что когда мы писали начинали писать скрипт мы объявили переменную gun damage как раз таки вот которая задает степень урона то есть здесь в качестве параметра мы пишем gun damage и . запятой в общем можно тестировать запускаем и стараемся попасть вот как раз таки очень хорошо что сверху у меня окно сцены я могу увидеть вот этот зеленый луч и попасть в цель вот я три раза выстрела и поразила цель давайте вторую а со второй что-то не получилось давайте попробуем еще раз вот моя вторая цель и я немного не попадаю и у меня сразу выдается ошибка давайте разберемся что это за ошибка такая консоли написано что у нас ну reference exception то есть мы не имеем ссылки на необходимый объект что это значит вот в этой строчке где мы вызываем метод damage мы его не находим почему потому что на самом деле поскольку мы не попали у нас луч был проведен вы помните когда не в сиреневый блок а немного рядом мы попали в стену а у стены компонента что это был бокс нет поэтому прежде чем вызвать вот этот метод нам необходимо проверить нашли ли мы компонент что-то был бокс значит пишем их house не равно ну то есть если мы получили действительно ссылку на этот компонент и только в этом случае мы сможем вызвать вот этот метод подправим сохраним и сейчас еще раз проверим так я пытаюсь прицелиться вот я не попала но никаких ошибок нет но когда я уже прицелилась попадаю я поражаю цель с 3 выстрела ну здесь мне действительно было не так легко прицелиться мы сделаем еще прицел но уже практически все работает итак мы стреляем поражаем наши цели но как-то это выглядит не совсем наглядно то есть мы не ощущаем выстрела давайте сделаем так чтобы вот когда мы попали в наш объект нашу цель эта цель как-то физически на это среагировала и это можно сделать благодаря тому что на наших целях и на одной на второй есть компонент риджет баде это компонент который отвечает за физику то есть мы будем еще проверять есть ли компонент риджет баде является ли это поражаемая цель физическим объектом и применять к этому физическому объекту силу отталкивания скажем так то есть мы вроде бы как испускаем луч проверяем точку пересечения и в точке пересечения с лучом мы будем применять некую силу то есть немножко толкать вот эти кубики итак переходим к нашему скрипту и добавляем следующую вещь мы проверяем является ли наш точнее имеет ли наш поражаемый объект компонент риджет баде это можно записать следующим образом hit . риджет баде и аналогично тому как мы проверяли есть ли компонент что-то был бокс точно так же мы проверяем и наличие компонента риджет баде на поражаемом объекте если он у нас есть то мы применим силу силы мы можем применить как раз таки компоненту риджет баде поэтому так и записываем hit . риджет баде и за это отвечает у нас метод это force и в качестве параметра этого метода мы должны передать вектор силы направления и его собственно силу в эти сначала запишем а потом немножко прокомментируем мы напишем следующим образом минус hit . normal и умножим это на применяемую силу применяемую силу мы задали с помощью переменной объявленной раньше вот у нас hit force как раз мы говорили о том что с этой силой мы будем наносить урон поражаемому объекту поэтому умножаем на hit force давайте проверим а потом прокомментируем что означает вот это вот выражение так я стараюсь прицелиться вот к этому объекту мне легче получается вот смотрите наш кубик немного подпрыгивает давайте 2 то стреляяя лучом мы как будто бы отталкиваем этот объект все у нас есть уже и воздействие силы и объекты поражаем мы теперь немножечко прокомментируем как же эта сила срабатывает почему мы написали вот такое выражение и минус hit . normal и что это значит давайте рассмотрим небольшую иллюстрацию на которой схематично показано что такое минус hit normal для тех кто еще пока не знает как отрисовывается 3d объекты на компьютере сообщу что вот эти вот поверхности отрисованы они все имеют так называемые нормали то есть для того чтобы было понятно какую поверхность необходимо отрисовывать используется такое понятие как нормали фактически это направленные такие вот вектора от поверхности мне не очень ровно получается которые идут перпендикулярно этой поверхности и тогда система знает что эту поверхность необходимо отрисовывать или допустим вот эту поверхность от нее нормали идут вот в этом направлении соответственно если мы ставим минус hit normal да то есть вот мы сейчас я все вот это удалю что нарисовала мешает мы попали в некую точку вот у нас . пересечения с лучом у нас в этой точке есть нормаль не так нарисую она смотрит в эту сторону а нам нужно в другую сторону применить силу поэтому мы пишем минус hit . normal и умножаем это на hit force потому что вектор единичный и сила будет небольшая а когда мы отрегулируем силу мы сможем сильнее или слабее как бы ударять по этому объекту и так у нас практически все готово все работает мы стреляем поражаем цели даже применяем силу единственное чего не хватает на нашей сцене это собственно прицела из той самой точки в центре экрана которая помогает нам прицеливаться мы же не будем все время видеть окно сцены с нашим дебажным лучом зеленым а без прицела в общем попасть практически невозможно этот прицел мы сделаем следующей части урока и вы убедитесь что здесь вообще все очень просто надеюсь у вас получается делать ваши проекты вслед за мной и буду рада если мы завершим его вместе до встречи в следующей части